всем привет друзья сейчас нахожусь на охоте во владимирской области за моей спиной лагерь вот такая вот палатка жили мы в этой палатке спали ели сейчас немного хочу рассказать именно не об охоте о самой палатке о том как у нас был устроен лагерь ну собственно как вы видите съезд дороги так как с карба у нас было много и везли его грузовой машине типа газель подъезд опять же ребята кто-то приезжал кто-то уезжал удобно было подъезжать спускаться ну и более наша охотничья было рядышком с нами на улице небольшой столик поставили две лавочки кострище опять же здесь собаку он дрыхнет сейчас пойду еще посижу значит вот так вот это все здесь выглядело в принципе культурненько аккуратненько сейчас еще перед отъездом наведем порядок мусор весь за собой берем значит расскажу об этой палатке поподробнее внутрь сейчас не буду заходить потому что там темно что это за палатка палатка называется ппк 54 то есть прямо каркасная палатка 54 это ее площадь но эта площадь не полезная полезная площадь у нее немного меньше сейчас обхожу ее данная палатка имеет 4 окна делают ее в санкт-петербурге это отопительный модуль он ставится специальное отверстие в палатке дизельный отопительный модуль но работает от электричества то есть запускается регулируется я сейчас вам все об этом расскажу выключим кстати его также провода идут все в комплекте разводка покажу вот они провода протянута пойдемте запустим чтобы зайти вовнутрь двигатель и было там светло но генератор генератор значит обычно 4 так и генератор бензиновый двигатель здесь установлен honda 200 сейчас я верну надо включить сначала положение он хочет не про там топа было на пределе топлива на нуле уже не стали не стал ехать за топливом потому что сегодня последний день сборы топлива на нуле может даже не хватит кстати по прожорливость но генератор где-то литров наверно 30 где-то мы спалили за 4 5 дней за 5 дней 30 или 40 литров а вот тепловая пушка но она и генератор и пушка работали можно сказать круглосуточно где-то в районе наверное литра восьмидесяти соляр из топлива ну значит запускается очень просто вот называется как он дизельная пушка кому интересно посмотрите здесь датчик температуры 25 градусов сейчас заработает сама пушка заработал вентилятор заработала весь выхлоп идет наружу соответственно палатку идет только тепло сейчас зайдем вовнутрь я вам покажу что внутри дверь опять же здесь подвязал так вот она дверь небольшой козырек он кстати тоже подкачивается тут тут есть клапан дверь отдельно накачивается стену это не мягкий порог тоже мягкий вот не может вставать в общем вот освещение принципе светло в палатке для если его сейчас выключу вообще будет темно посмотрю значит здесь есть хибар это вот такой ящик идет там все детали запчасти насоса уплотнить этот утепляющий тент внутренней стекла съемные они все снимаются перед сборкой палатки москитная сетка четыре окна с одной стороны четыре окна с другой стороны в принципе я уже остался один здесь спальные места свернул раскладушки здесь надувные матрасы свернул оставил здесь свою раскладу в общем то это просто каркас пневмо каркас который быстро ставится довольно теплый с освещением узо с розетками он крепится на стол стола отодвинутый на краю стола уже стоит правильно что называю наверное да вот ну собственно вот тут мой хибар остался вот такая вот палатка 45 квадратных метров полезной площади здесь можно как вы видите сделать и обеденную зону и спальную зону разместить здесь вот выход как раз тепловая пушка уже греет пушка моментально нагревает уже вот здесь уже руку можно обжечь в общем то хорошо она подтапливает здесь как ее можно обустроить внутри это уже дело вкуса можно сделать здесь спальную зону здесь поставить вешалки расклады разборная для одежды для сушки обуви какую-то тумбочку поставить в принципе можно на любой вкус полы тоже пвх перед сборкой конечно надо мыть то что были дожди грязь все это таскала сюда можно коврик какой-то постелить здесь вот мы не прочитать просчитаю на было сделать на стиль такой на случай как раз дождя чтоб грязь не развозить коврик постелить но мы первый раз и используем в таких наших полевых условиях поэтому думаю что будем использовать и далее очень удобно быстро самое главное что что мы самое главное самое главное все разместились в одном месте не надо ставить 5 палаток разных собирать разбирать поставили одну здесь пим кушаем отдыхаем нормально далее вот такая вот палатка сейчас еще раз со стороны покажу стороны дороги вид со стороны дороги нашего лагеря в принципе очень хорошие такое местечко даже деревьев деревьев небольшие растут елочка здесь в тему ну вот такая вот палатка да зверь пойдем на охоту посидим еще может прилетит гусь ну ладно ребят паспорт я вам показал все данные вы сможете найти в интернете конечно но мы будем собираться идти в наши ямы надо оттуда выносить чучела снимать маскировку ну немножко посидим пока хочу гусик летает вдруг кого-нибудь наманим всем пока